Мы говорили о трёх губернаторах, и нетрудно догадаться, что это как раз и есть тот самый третий губернатор. К сожалению, из-за формальной юридической стороны в сентябре выбора я вынужден вас называть, Алексей Геннадьевич, исполняющим обязанности губернатора. Но мы потом ещё к этой теме вернёмся. Так вот, исполняющий обязанности губернатора Тульской области, Алексей Геннадьевич Дюмин. И Тульская область, вот мне кажется, очень интересна нам сейчас, потому что она не самая большая в Российской Федерации и не обладает объективными природными ресурсами или огромным каким-то потенциалом транспортным. Это та область, которая может сделать прорыв и делает его исключительно за счёт человеческого ресурса, исключительно за счёт вовлечения дополнительных проектов, дополнительных контактов. И очень активно в этом смысле реализует внешнеэкономическую повестку. Ну, кто знает историю России, знает, что Тула – это город-герой, знает, что Тула – это кузница наших вооружений. При Петре Первом был основан первый оружейный завод. Но сейчас это крайне развитая промышленная область. Алексей Геннадьевич, вам слово. В чём вы видите вот эту повестку? И чем мы вам можем помочь для того, чтобы сделать её более эффективной и реализуемой? Уважаемые дамы и господа, уважаемый Алексей Геннадьевич, спасибо за добрые такие слова. Вы сделали такую презентацию, что половину того, что я хотел сказать, вы уже, в принципе, сказали. Я хочу сказать, что в отношении Тульской области, в отношении с любыми инвесторами, мы делаем открытую сторону, мы сторонники открытости. Это наш базовый принцип. Именно в этом ключе мы уже развиваем сотрудничество и в рамках ОСИАН. С партнёрами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона мы работаем давно. Непосредственно есть инвестпроекты по пищевой, текстильной отрасли. Доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона на всякий случай в импорте Тульской области составляет 12%. Растёт экспорт продукции тульских предприятий. Например, наши компании поставляют оборудование нашим партнёрам Вьетнаму. По Вьетнаму специальное оборудование для производства строительных материалов. А уже, Вы уже сказали, нашу военную технику, естественно, знает весь мир. Мощнейший оборонно-промышленный комплекс. Сейчас Тульская область становится ещё более открытой для сотрудничества с зарубежных инвесторами. В Тульской области прорабатывается программа развития региона на 5 лет. С нюансами, которые сейчас в России происходят, и не только в России, а в международном сообществе. Программа, значит, есть самое основное направление, как привлечь инвестиции в экономику региона и развитие производства. Заложена достаточно большая ступень. Недавно была создана особая экономическая зона, узловая. Этой площадкой уже заинтересовались многие зарубежные инвесторы. Крупный инвестор зашёл на китайскую компанию Great Wall и начал своё строительство завода. Все мы понимаем, что Тульская область – это выгодное географическое положение. Мощная индустриальная база развита, высокий уровень образования жителей. Это факт. Для нас форум «Осиан» – это хорошая возможность представить потенциал региона Тихоокеанским партнёрам. Хочу прощеркнуть, что у нас есть опыт и умение адресно работать с каждым инвестором. Мы делаем всё, чтобы иностранным компаниям было удобно и выгодно приходить к нам, вкладывать средства, создавать производство. Комфортные условия мы будем обеспечивать, мы это обещаем. На данном этапе у нас трудятся, работают, успешно работают более 200 зарубежных компаний, чувствуют себя комфортно и, главное, безопасно во всех отношениях. Поэтому добро пожаловать в Тульскую область. Мы рады новым партнёрам. Мы вас ждём. Спасибо. Спасибо.